Друзья, всем большой привет! С вами Виталий. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся во Вроцове, микрорайон Машлице. Это фабричное. Мы пробежимся по району, посмотрим, как живут поляки, как строят дома. А перед началом хочу вам порекомендовать один интересный канал про бизнес в Польше. Парень делает интереснейшее интервью с украинскими предпринимателями в Польше. Ребята рассказывают о том, как начинали свое дело с ноля в Польше, как заходили в малый и средний бизнес, поднимая такие вопросы, как аренда помещений, какие были вложения у кого в начале, какие доходы уже имеют сейчас, где брали персонал, где давали рекламу. Все это сопровождается динамичной съемкой и классным монтажом. Обо всем этом вы сможете узнать, перейдя по ссылке в описании. Приятного просмотра! Итак, друзья, нахожусь я вот возле школы. Новенькая школа, такая вся цветная, обшита разноцветным профилем, металлопрофилем, скорее всего. В школе, не знаю, наверное, несколько лет. Очень прикольно смотрится со стороны. Здесь такой заезд, знаете, как по-американски здесь заезжают родители. Здесь утром много машин, все высаживают детей по-быстрому и отъезжают. Вот центральный вход. Это комплекс школьный, предшкольный. Здесь есть крыло садика. Также вон оранжевая. Шветлица, библиотека. Там еще спортивный комплекс. Напротив здесь вот есть несколько новостроек. Чуть позже мы пойдем с вами туда, в тупиковую улицу. Вот школа находится, видите, напротив этой дороги. Вот так это выглядит. Красиво, симпатично, интересно. Со стороны смотрится такими разными цветами все это сделано. Сбоку школы на территории находится, видите, футбольное, баскетбольное поле. Дальше детская площадка. Такая большая территория. Вот, а напротив пошли новостройки. Все это находится в 11 километрах от самого центра города. На автомобиле примерно 20-25 минут на автомобиле до самого центра. На транспорте, я посмотрел, это 30-35-40 минут примерно. Конечно, если будет самый час пик, ну может быть до 50 минут максимум. Есть прямые автобусы, как минимум пару, я видел. Есть с пересадкой. Здесь, получается, это район за новым стадионом. Вот, при стадионе есть линия трамвая. То есть до стадиона отсюда где-то пару километров. Район, естественно, тоже большой. Микрорайон большой. Весь я его показать не смогу. Покажу только те места, где я бывал, где мне понравилось и хочу вам показать. Напротив, вот супермаркет Дина в доме. Домик такой под кирпичик сделан, под красным. В таком каком-то стиле голландском или что. Цветочки на балконе. Это улица Аугустовска во Вроцлаве. Район улицы Аугустовский. Улица получается тупиковая. Машиной здесь не проедешь. Только пешком, либо на велосипедах. Чтобы сюда заехать, там, естественно, есть... Раньше можно с дороги, короче, завернуться на машины. Здесь вот такой мостик небольшой, маленькая речушка. Вот я здесь смотрю. Если вам видно, вода вроде как бы чистая, прозрачная. Но глина рыжая-рыжая. Прям едкий такой цвет рыжий. Здесь такое тихое, уютное место. Видите, тоже движение запрещено. А школа вот находится, не знаю, в 100 метрах. Если кто-то есть подписчиков, кто здесь живет, пишите в комментариях, как вам здесь живется. Какие плюсы, минусы. Я как бы здесь не жил. Я когда здесь просто бывал, заезжал или когда бывал, то мне вот здесь лично самому нравится. Раз, два, три этажа. И в крыше еще, наверное, у кого-то есть дополнительный четвертый этаж. Этаж, наверное, верхние квартиры двухуровневые. Не знаю, здесь как будто где-то как в Германии. Никакого движения нет. Видите? Кроме ребенка на самокате. В плане автомобилей. Все разъехались где-то на работах. На территории есть магазин «Жабка», известнейшая сеть. Работает с 6 до 23. Магазин «Выручалочка». Бывает даже работает в воскресенье, когда заказ хандлют. Тоже бывают некоторые «Жабки» работают. Но есть «Лидл» ближе к городу, где-то в километре полтора «Лидл» хороший. И еще в другую сторону, чуть дальше, тоже где-то в километре «Бедронка» находится. По левой стороне чуть уже другой дом находится. Первый этаж чуть на возвышенности. По низу идут гаражи. Здесь всего получается раз, два, три. Здесь начинается небольшая зеленая зона. Такая посадка. Но здесь уже чисто люди натоптали. Сами, наверное, собак выгуливают. Вот видите, где я нахожусь. Буквально сразу. Здесь. Сразу есть немного мусора уже. Наложено всякого «Г». Нужно здесь быть аккуратным. И куда ведет дорожка. Здесь вот заканчивается забор из зеленой сетки. И дорожка повела куда-то дальше. Не знаю, куда она выводит. Но куда-то в посадку. Может быть, где-то кто-то выходит на дорогу. Какую-то центральную срезает пешком на остановку. Скорее всего. Молодые березки посажены. Хорошо выглядят дома. Мне нравится. Очень чистенько ухожено. Еще не убились дома. Не состарились, так сказать. Не сыпется, еще не рушится. Краска еще не облазит. Не знаю, здесь, наверное, 5-10 лет максимум, наверное, этим домам. Песочница. Балкончики. Классно, если у кого-то здесь на эту сторону, напротив зелени. Елочки. Возле этого дома, видите, достаточно много посажено всякой разной зелени, кусты, какие-то туи. Видите, здесь поразрасталось. Буквально сразу за забором видно стройка. Она уже, по всей видимости, должна уже заканчиваться. Стоит полностью готовый дом. Ну, хотя еще все закрыто, и рабочие там что-то делают. Немного углубившись от дороги. Открывается вид вот на такие дома. Но здесь, конечно, все так налеплено. Смотрится не очень. Какие-то маленькие окошки. По два гаража. Типа, как это называется, таунхаусы. Наверное, по левой стороне тоже. Это та же стройка, я обошел с другой стороны. Здесь еще, конечно, все в процессе. Двор еще не закончен. Не, дом еще не закончен немножко. Доделки. Здесь везде эти таунхаусы. По левой стороне, по правой также продолжаются. Такие же. Здесь стоит чей-то частный дом. Между таунхаусами стоит один частный дом. В принципе, ничего особенного нет. Сверхъестественного. Либо нам ахать. Не о чем. Просто нормально. Все. Выглядит. Переедем сейчас с вами еще чуть-чуть глубже. На другую какую-нибудь улицу. На мощницах. Здесь заканчивается школа. Парковка, не знаю, наверное, школьная. Проехал где-то метров пятьсот. Тоже увидел здесь какие-то по левой, по правой стороне. Домики интересные. Сейчас вот зайдем посмотрим. Тоже красный кирпич. Перемешку с штукатуркой. Белой. Ого, собара какая стоит. На капоте какая-то лампа. Узенькая такая улица. Вот, например, сделан, видите, здесь для колясок. Улица Сувальска, видите, 22. Кому интересно, можете посмотреть на карте. Застройщик Develop Art. Вот этого дома. Зайдем посмотрим, что он здесь построил. Develop Art. Пару мест для людей с ограниченной возможностью. Швагбаум. Здесь получится раз, два, три, четыре. Тоже четыре этажа, пожалуйста. Что-то выше четырех особо и не строят. В спальных районах. Три, четыре этажа. Я уже это много раз говорил. Только ближе к центру, там есть повыше. На таких далеких спальных районах не строят высокоэтажки. Никаких там десяти, пятнадцати этажей такого вообще нет. Нельзя сказать, что он новый район или здесь все только новое. Абсолютно нет. Вот я видите, еду. Сейчас еще углубляюсь. Все здесь тоже достаточно много старых домов, разных и частных. Вот тоже новое. Просто занимают, берут сейчас землю, занимают и строят очень много новых многоквартирных домов. Вот выехал я на ту бедренку, там вот по левой стороне, которой я говорил. И я сейчас поверну направо. Это все тоже мошлицы, только я уже совсем отдаляюсь на машине, видите. По правой стороне там много таких более стареньких домов, типа частного сектора, отдаленного. Но я сейчас вот скоро поверну направо, там где я был. И где я, кстати, эту машину покупал в этом районе. Там мне тоже понравились такие низкие дома. Близнецы или тоже таунхаусы. Сейчас вот я здесь поверну направо. Здесь я вижу тоже есть автобусные остановки, только 101 автобус написано, 101. То есть здесь он будет ходить, не знаю, раз 20-30 минут. Здесь асфальта нету. Поеду по асфальту. Также частные дома по правой стороне. Неужели здесь тупик? Прикольные дома здесь вообще. Да, походу тупик. Здесь почему-то асфальт не доделали. Не знаю почему, хотя видно уже домики здесь несколько лет. Здесь вообще давно живут. Здесь тоже уже все давно готово, но асфальт не положили. Не знаю, с чем это связано, кто за это ответственный, как это вообще город должен стелить. Или застройщик. Я не знаю. Вот открывается вид тоже, наверное, классные дома. Сейчас я сюда поверну. Вот здесь, в этих краях, где-то я покупал эту машину. Видите, все одинаково. У всех. Таунхаус. Вот Лидл, о котором я говорил. Это я уже возвращаюсь в сторону города. Здесь есть еще пассаж Крулевецкий. Это такой универмах неплохой, новый. Там тоже много чего продается. И буквально сразу, чтобы вы понимали, от Лидла буквально метров 300 открывается вид по правой стороне на стадион. Новый вратславский стадион. И при нем есть трамвай. Вот его не видно там за кустами. Есть трамвай. Друзья, из того, что я видел, цены, в принципе, на аренду квартир не сильно отличаются. Только они будут немножечко дешевле, если совсем на краю, на Мошлицах. Еще Стабловицы есть дальше. На аренду будет немножечко дешевле. На покупку тоже будет немного дешевле. За квадратный метр на покупку может быть 6-6,5 будет примерно стоить за квадратный метр. Ну, аренда двушки. 1500 плюс коммунал. Микрорайон Мошлицы. Район Фабрично. Вродслав. Поддержите видео лайком. Напишите какой-нибудь комментарий. И до новых встреч. Пока.